Привет зрители! Очередной выпуск съедобного, несъедобного. Сесть или выбросить. В общем, вот эта вот рыбка. Брала ее по скидке в магните солнечном. 69 рублей вроде была она. С ключом. Ой, маркиная. И вот на ней написано где-то тут. Вот. Изготовлена в море. И свежепойманной, выловленной, или типа того, рыбы. И тут только рыба. А потом соль и приправы. Вот тут у меня. Ну, тут не только рыба, тут еще и копоточек. Точнее, фильтрованная водичка. Но я к тому, что... В общем, я думаю в будущем ее покупать. Так как Доброфлот. И вам тоже советую сегодня тетя своей рекламе. Без скидки она, по-моему, что-то около сотни вроде стоит. Вот. Продолжаю я обзор пустых баночек еды и не еды. Короче, вот шпроты в масле из салаки. В составе тут у нас, ну, я не знаю, будет видно или нет. Но тут тупо рыба, масло подсолнечное и соль. Были очень вкусные. Я их покупала в светофоле что-то по 70 с чем-то рублей. Я просто сейчас их обозрю, чтобы потом, ну, как бы выкинуть. Они, либо без никто начинают издавать интересный аромат. Кое-кто меня сразу хочет помойку изнасиловать. Это, наверное, интересно слышно было или нет. А еще Рафаэла, я думаю, рекламировать не надо. И так понятно, что они вкусные. В общем, вкусные они. Я выкладываю пакет с тем, что я собираюсь как бы выкинуть. Сейчас просто покажу эту бумажку от сыра. В общем, тот сыр, который я купила. И в предыдущем, и в предпредыдущем видео про него говорила. В общем, из Атака сыр овечий. Очень хороший сыр. Действительно. С характерным вкусом этим. Ну, это на любителя, конечно. Но он очень соленый. И вот он лучше, наверное, пойдет в какие-нибудь салаты, куда обычно кладут какой-нибудь белый соленый сыр. Но вполне недорого. 40 рублей за 150 грамм, я считаю. У меня бумажки от Рафаэлки падают везде. Так. Сейчас я еще часть обозрю. А потом, да, обозреваю уже отдельно. Ибо времени у меня тут мало. Короче, вот это вот пакетик из-под соломки. Где он тут? Хрустяшки от Диашки, оказывается, называется. Вот состав тут. Это я покупала тоже в Светофоре. Очень достойная, хорошая соломка. Я не помню, сколько она стоила, но, по-моему, не особо дорого. Что у нас еще тут есть? У нас тут много чего есть. Аква-минерали. Черешня с соком черешни. Ну, тут не только сок черешни, но я считаю, что это очень достойный. Лимонадик такой вкусненький. В общем, я тоже его как бы советую. Как бы. Ну, конечно, оно не 100% натуральное. Но мне оно нравится. Иногда можно травануться. Короче, тоже советую. Вкусненькое. И вот моя камера говорит, что времени совсем нет. Продолжаю свой обзор пустых коробочек. Еды. Третий день. Вообще-то в три дня писалось. Вот такой хороший сок. Я его вчера в стриме рекламировала. Хороший сок, короче. Только потрясите хорошенько. Потому что он как бы с мякотью. И мякоть у меня где-то на одну треть пачки только была. Магнит я покупала. Покупала у вас Шанину. Мне кажется, оно вообще много где продается. За 12 рублей. Хорошие палочки. Состав тут, наверное, не углядится сейчас. Ну, попробую сейчас. На белые буквы на этом самом фоне. Ну, короче, тут, в принципе, нормальный состав. Хорошие палочки мне на один раз схватило. Моя тут закончилась шоколадка. Я ее уже повторяла. Скажем так, я два раза уже ее покупала. Повторить шоколадку. Хорошая шоколадка. Мне она нравится. Если по скидке брать, то нравится вообще. Так. Что тут у нас еще есть? У нас тут много чего есть. Ой. Я там что-то ваяла как-то. Потом забыла. И оно, наверное, уже в сухари отправляется. У нас тут есть. Что это такое? А, это очень хороший. Ну, не то, чтобы супер такой хороший по составу, да? Но довольно такой хороший сыр. Эдем тертый. Покупала я его в Ашане. Потому что вот эта вот лакомая, она тупо отшаловская. Это что у нас такое? Это у нас пакетик от коробочки с зефиром. Магнитовская фирма. Марка, точнее. Зефир был ванильный. Вкусный зефир. Особенно хорошо, если берете его, достаете без упаковочки. Оставляете, он подсушивается. Вообще вкусный. Это что у нас? Это у нас тесто за 30 с чем-то рублей. Из светофора вполне себе нормальное тесто. Учитывая, что все эти химические теста, слоеные, изготовленные уже как бы для людей, да? Я бы сказала химические, потому что там немножко такого, всякого такого есть. Вполне себе нормальное. Тут даже написано, что и какой. Я же хотела это сохранить, вырезать, потому что тут написано, что и как. Хотя, может, это написано только для этого теста. Ну, короче, хорошее тесто. Единственное, я не знаю, как в светофоре вообще у них. Там надо все еще набирать на 300 рублей или нет. Потому что с кучей теста мне как бы не надо. У меня вон там омлетик делается по рецепту. Внезапно с кукпэда. Кот вынюхивает, потому что... Ой, там же у меня эта еда. Надо ее убрать. Надо ее убрать им. Короче. Что у нас тут еще? А, вот это в светофоре тоже покупала. Хороший такой желатин. Я там еще купила себе. Вон, 2,61 рубль за 50 грамм. Я дважды делала на нем желе разное. Одно у меня умерло, потому что я как раз что-то подзаболела. Ну, немножко его поела. А другое... Ну, чуть-чуть умерло. Потому что я часть поела, а часть... Чуть-чуть убавим. Изначально в рецепте на 200 градусов. Так. Еще у меня тут где-то был пакет. А, даже я забыла совсем про эту штуку. Ладно, надо будет потом ее вытянуть. Так. Пакет у нас есть с пакетами. Пакет с пакетами. Хорошие сливки я их в кофе добавляла. Вообще, на них очень хорошо делать этот самый какой-нибудь соус. Сливочный. Ну, от безысходности вполне нормальный чай. Ну, такой веник. Ну, знаете, если, допустим, учитывая, что Орами Тренд, да, вот это с Азона мне надо было добить до минимального заказа на базу выдачи. В 500 рублей. Учитывая, что Орами Тренд, вот он, выпускает и Гринфилд, и это, то зачем переплачивать за хреновенький Гринфилд, то есть, и можно купить вот это. Как-то так. Так, еще одна бумажка от шоколадки. О, да! Я их успела повторить, еще не успев обогреть. Вот вторая бумажка от шоколадки. Чтоб вы не думали, что это монтаж двух шоколадок. Это реально две шоколадки. Две шоколадки. Раньше она мне нравилась. Очень нравилась. Ну, она как бы вкусная, это, конечно, на любителя, но потом я ее что-то переела, и вот как-то купила, или кто-то мне задарил, я уж не помню. Ну, в общем, она как-то у меня... А, не, кто-то мне ее задарил. В общем, она у меня как-то долго елась. Это что вообще такое? А, это сыр. Он мне очень нравится. Он самый натуральный сыр. Сыр. С очень хорошим составом. Но я внезапно про него забыла, что он мне нравится, что у него хороший состав, все такое. Короче, в общем, лучше сыр советую. Скоро собирает до магазина прогуляться. Если увижу, то куплю себе. Молокозый черный чай. Покупала в этот раз в этом самом... На почте у нас. Но я думала, что они его просто поставляют. Он там есть. Оказывается, он просто там продавался, его уже нет. Придется, наверное, в высшую лигу как-нибудь ехать за ним, потому что я его как-то больше нигде особо не видела. Хороший чай очень. Я с ним знакома более 10 лет. И, слушайте, внезапно все. В общем, тут, по-моему, ну, практически все съесть. Я не помню, что было в двух первых частях, но, по-моему, там не было ничего выкинуть. В общем, всем спасибо за просмотр, всем хороших съедобных покупок и всем пока!